В прошлом видео про Осирию я упомянул государство Митани. В общем-то, как и города государства народа Хати, поселения этих ребят не принадлежали потомкам семитского народа Акадцев, как, например, поселения Осирийцев или Вавилонян. Там жили пришедшие с Армянского Нагория во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры хуриты. Правда, не до конца понятно, кем они были. Может, индоевропейцами, а может и кем-то другим. Их даже когда-то хотели отнести к родственникам современных дагестанцев. Но, увы, доказательств оказалось недостаточно. Одно ясно точно. Они внесли свой вклад в формирование армянского этноса. Тех самых великих армян, которые не только в нарды обыгрывали своих противников, но реально заставляли врагов бояться. Времена тогда были веселые. В Месопотамии как раз начинался самый движ. Строились первые империи, происходили постоянные нашествия кочевников, и люди в условиях постоянных войн искали спокойствия, а потому, конечно, цивилизация распространялась вовне. И именно поэтому пришельцы, смешавшиеся на берегах притоков Тигра с семитами, начали строить собственные укрепленные торгово-ремесленные центры. И, конечно, захватывать уже готовые чужие. Так на политической арене возникли хуритские государства. Вернее, будет сказать, государства, где это самое хуритское население преобладало, так как ребята активно миксовались с другими народами. Ну, любвеобильное, что сказать. А вот что, эти горячие парни и девчата прямиком с Армянского Нагорья поколение за поколением двигались дальше. Хуриты расселились по Северной Месопотамии, Каппадокии, Анатолии, Сирии и Палестине. А часть ведь еще осталась дома. Вот так почаще пешочком гуляйте, может быть, тоже дадите начало какой-нибудь империи. Они вот дали старт государствам Куми и Алше, сели в Нузе и Уркеше, весьма плодородные земли, где обитали Субореи, которые, может быть, даже были родственными нашим сегодняшним героям. Давайте же быстро пробежимся по этим государствам, а то я видел, кому-то уж сильно надоели наши разговоры про семитов. Первым городом, о котором мы поговорим, конечно, будет Уркеш. Поселение, появившееся еще в четвертом тысячелетии до нашей эры, на окраине Тавровских гор. Выгодное расположение на пересечении торговых путей из Месопотамии, Сирии и Санаталийского плато, быстро сделали его довольно важным. А потому он даже когда-то находился в союзе с Акадцами. Ну, тем было, наверное, не очень выгодно брать укрепленный богатый город, а жителям этого города хотелось еще пожить. Интересы сошлись, стали друзьями. Чутка севернее и немного позже появились государства Куми, Алше и ряд других менее значительных, о которых вообще сложно что-то сказать до тех пор, пока они не объединятся под властью метанийцев. Так что к ним вернемся попозже. Смешавшиеся в Киликии с лувийцами Хуриты дали начало тому, что позже станет государством Кицуватна, которое завоюют хеты. Часть пошла еще дальше, из-за чего в каком-нибудь Кадеше во времена разборок хетов и египтян будут править парни с вполне хуритскими именами. Но были и те, кто совсем поумнел и ушел на восток, к ассирийцам. Там они заняли города Арабха и Нузи. Ушедшие же на запад, тусили под хетами. Вот как-то так. И все бы ничего. Но после падения империи Хамурапи в регионе, как обычно, наступила пора бороться за власть. Именно в эту борьбу с двух ног и влетает государство Митани. Но погодите, откуда оно вообще здесь взялось? Если вы смотрели ролик про хетов, то помните, что у царей этого индоевропейского государства был серьезный конфликт с городами-государствами хуритов. Хеты их иногда грабили, а те совершали набеги в ответ. И вот, один из таких набегов, тот самый, что оказался весьма удачным, возглавили, ну, или во всяком случае сыграли большую роль в его проведении, ребята из царства Ханегальбат. Это и есть будущие Митаницы, но с небольшим но. Они еще не превратились в Митани. Здесь, как обычно, сыграло то, что я назвал любвеобильностью хуритов. Очень быстро те приняли у себя индоевропейцев, а те каким-то образом пробились в элиты. Так и появилось в Митани, а них они Гальбат. До того, как мы можем говорить о Митани, еще сто лет, во время которых хеты ослабевают в междоусобицах, а сирийцы и вавилоняне восстанавливаются после потрясений, а жители Сирии вынуждены бороться с египтянами, которые начинают потихоньку продвигаться на север. Очень удобный момент, чтобы расширяться. Чем и занимается Ханегальбат, внутри которого вовсю растет индоевропейское влияние. Хотя, первый царь Митани, Кирта, носил вполне себе хуритское имя, но он вообще-то полулегендарный. Ему можно. Есть даже эпос о Кирте, более известный как легенда о Кирете. Я пытался понять, реально ли он про него или же нет, ну, вроде как да. В общем, слушайте осторожно, но для общей эрудированности лишним точно не будет. Текст данного мифа был обнаружен на руинах древнего города Угарит, это восточное побережье Средиземного моря, современная Сирия. Датируется он поздней бронзой, 1500-1200 годы до нашей эры. Именно тогда эту легенду записал первосвященник Илли Милку, благодаря которому до нас и дошли некоторые другие мифы, составляющие базис угорицкой литературы. Легенда о Кирете рассказывает нам историю того, что в царстве Хубур восседал правитель по имени Кирта Илли Кирет, сын верховного бога-творца Эля. Несмотря на такое родство, жизнь его была полна несчастий. Семь его жен либо погибли, либо еще круче бросили бедного царя, а его дети умирали, не успевая перенять царствование. Все его братья также погибли, а потому он вполне мог стать последним представителем своего рода на престоле Хубура. Это омрачило думы царя, и он стал молить богов о том, чтобы они наконец послали ему сына, который сможет выжить и унаследовать царство. Тогда Эль, отец царя, пришел к нему во сне и сказал, что если он действительно этого желает, то должен начать войну с королевством Удум, а после победы потребовать у побежденного противника его дочь Пубалу, отказавшись от золота и серебра, которые обычно взымаются с проигравшей стороны. Керет так и поступил, но дополнительно решил перестраховаться и заскочил в святилище богини плодородия Ашеры, жены своего отца, пообещав ей в случае успеха большие дары золотом и серебром. Однако любой сюжет строится на конфликте, так что после победы над Удумом и своей женитьбы, Керет, который еще недавно слезно умолял богов о помощи, решил одну из богинь кинуть, и никаких подношений Ашера не получила. Потом, видимо, сюжет оказался настолько классным, что эта часть таблички его не пережила. Мы возвращаемся к Керету, когда его дети уже подросли, а ему самому пришлось платить за ошибки молодости. Ашера выждала момент и наслала на царя Хубуру смертельную болезнь. Вся его обретенная семья оплакивала такой исход событий. Громче всех плакала дочь царя, Татманат. Ее Керет попросил усердно молиться за него. Пока она молилась, землю вокруг то постигали страшные засухи, то орошали сильнейшие ливни. Слыша ее плач, боги собрались, чтобы обсудить план действий. Эль всячески выгораживал сынишку, говоря, что его клятва, она дана не от сердца, так что вообще силы не имеет. И какие-то вы все боги злые. Почему вы не хотите помогать ему? Он спросил у них, может ли кто-нибудь вылечить его сыночку-корзиночку. Но те воротили носы. Мало ли, что он им потом наобещает и не сделает. И снова батьке пришлось разруливать все самому. Он же бог-творец, вот и начал творить. Он создал крылатую целительницу Шатикту, которая смогла охладить лихорадку Керетта, а затем и вовсе полностью изгнать его недуг. Старший сын новоизлечившегося оказался совсем не рад такому раскладу. Пошел к отцу и предъявил ему, что тот недостоин трона. В ответ на что, любящий папаша проклял сына, прося Харону, повелителя демонов, размажить Ясубу череп. От такого таблички стало совсем плохо. И дальнейшая история Керетта нам, увы, неизвестна. Ученые склоняются к тому, что все дети Керетта, кроме одной из его дочерей, оказались мертвы, после чего престол перешел именно ей. Американский лингвист Сайрус Гордон проводит параллели этой истории с подобными мифами из Илиады и Книги Бытия, где также встречается мотив похищения царицы. Но мы не лингвисты и не знатоки мифов, а потому упустим это недоразумение и перейдем к истории Митани. А вот тут мы упираемся в очередной косячок. После Керты, править-то начиная от его сын, Шутарна Первый, у которого, вполне индоевропейское имя, означающее «Тот, кто поддерживает благо». Этот парень правил в конце 16 века до нашей эры, то есть мы уже в 1500-х и входим в 1400-е годы до нашей эры. Быстро 500 лет пролетели. Ну, такова специфика подобных слабо изученных, но несомненно великих цивилизаций. Шутарне наследовал Паратарна, который именует себя царем воинов Хури. То есть, пока еще Хури – это главное население страны, несмотря на индоевропейского царя. Митанийцами они, кстати, себя назовут после серьезного объединения, так как основа «майта» означает «объединять», скорее всего, с индоарийского. А «ни» – это хурицкий суффикс. Таким образом, мы буквально имеем Соединенное Королевство, прямо под боком у Ассирии, хетов и египтян. Паратарна не зря называл себя именно царем воинов, ведь его управление связано с установлением Митанийского господства в Северной Сирии. Так, он вместе со своим союзником, царем Китсуватны Пилией, помог вернуть престол города Алаллах и Дреми, сыну последнего царя Имхада Илимы-Лимы, который был свергнут в результате восстания собственных городов и вынужден признать вассалитет, чтобы вернуть себе трон. Так, граница Митани сдвинулась на запад, вплоть до реки Оронд, практически к берегам Средиземного моря. Возможно, именно с этим царем на берегах Ефрата пересекся египетский фараон Тутмос I. Табличка о смерти Паратарны найдена в городе Нузи, у тех самых хуритов, которые некогда решили свалить на восток и жить дальше, чем даже ассирийцы. То есть цари Митани имели дела по ту сторону ассирийской границы, а ассирия им мешала. Потому наследник Паратарны, Шауштатар, решил проводить еще более агрессивную политику расширения. При нем вассалы хетов, Алше и Куми поменяли сторону, перейдя в лоно царя Митани. Признали его власть Китсуватна и часть городов Урарту, а также те самые восточные ребята, которые вызывали определенные проблемы с Ассирией. После чего Ассирию пришлось починить. Ну некрасиво, когда какое-то царство разделяет твою империю надвое. В несколько десятилетий поднялась Великая Империя. Да-да, именно Империя. Она поднялась опять в несколько десятилетий, как тут обычно и бывает. Никто не мог тягаться с метаницами, ведь на их стороне была скорость. Боевые колесницы разрывали шаблоны военного дела тех лет. Они произвели тот же фурор, что в свое время регулярные войска и большое число стрелков при Саргоне Акадском. Хеты и Вавилон еще готовились к предстоящей бойне, а потому единственными, кто мог остановить этих монстров на колесах, были египтяне. И, надо сказать, они это сделали. Ведь в поздние годы своего правления Шауш-Татар, преследуя цели расширения собственной сферы влияния на Палестину, потерпел поражение под Каркимишем. Против него сражался египетский Наполеон, не потерпевший ни одного поражения фараон Тутмос III. Наконец, царь воинов Хурии встретил достойного соперника, от рук которого и понес поражение. И мало того, умудренный опытом, просидевший на троне уже 33 года фараон, умел не только побеждать, но и распоряжаться плодами своих побед. Доставленные из Финикии на повозках, запряженных валами ладьи, были пущены вниз по Ефрату. Войны на них выжигали деревню за деревней, город за городом. Метанийцы из охотников быстро превратились в жертву и были вынуждены покинуть Северную Сирию. Это повлекло за собой определенные последствия. Пока метанийские цари занимались востоком и югом, на западе и севере росло Хецкое царство, которое набрало достаточно сил, чтобы вступить в ожесточенную борьбу. Хецкий царь Хатусили II отнял у Метани большое количество городов Сирии, а также склонил к подчинению Ишуву и Кицуватну. Это все привело к тому, что метанийцы, боясь потерять еще больше земель, вынуждены были пойти на переговоры с египтянами. Но ни те, ни другие не хотели уступать, пока наконец царь Артатама I не заключил с фараоном Тутмосом IV договор о разграничении сфер влияния, закрепив все это дело, как полагается, браком. Так, уже при следующем метанийском царе Шутарне II, благодаря выгодному для Метани договору и союзу с мощным Египтом, эта империя достигла своего наивысшего расцвета. Дела пошли настолько в гору, что метанийцам удалось оказать огромную поддержку государствам Востока Анатолии, которые в тот момент подняли восстание огромной мощности против хетского господства. Тутхалия III, царь хетов, отчаянно сражался, но всем, чего он достиг, было сдерживание дальнейшего распространения восстания. Длительная война приносила огромный ущерб как хетам, так и метанийцам. Ну, а египтяне в это время могли спокойно закрепляться в Палестине и Сирии, по сути, получив огромные выгоды от того, что когда-то уступили метанийцам север сирийских земель. Приближались так называемые метанийские войны. Серия конфликтов, которая должна определить гегемона в данном регионе. Война, которая унесет огромное количество жизней, но о ней как-нибудь в другой раз. А на этом у меня все. Всем пока. Я полетел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok